Успенский пост Все постились в этом посту или нет? Что никто не постился, что ты? О чем молчить? Мы должны говорить, постились, мальчиком молились. Сильно постились? Потому что обычно, вы знаете, как раньше все начинали, когда мы приходили к церкви, все очень строго, все молитвы исполняли, все как положено, постились. Сейчас уже у многих немощи наступают, старости и все прочее. И не так-то просто сейчас уже нам ведь даже и поститься, вот, содержать все посты и молитвы. Я помню, знаете, был такой случай интересный, с бачкой Зосимой, спокойно. Так он рассказывал, как к нему приехал. У меня такое было раньше, правило Богородичное, не наступительное, там 150 раз считал тоже Мазаре. Ну и как-то, ну, как похвалился, решил, он говорит, ой, а я грешник, говорит, где-нибудь в Депу, говорит, раза три просчитай, и за это, слава Богу, Богородица Дева. Я думаю, как это так? Ну, а все Демни три раза, что это такое? Возмущался. Сейчас время прошло, думаю, что хоть три раза скажи, Господи, помилуй, или Богородица Дева радуется. Действительно, братья и сестры, у нас бывает ревность еще и не по-разному. А потом Господь так пропускает нам, что мы и хотим что-то делать, и поститься и молиться. А не можем уже ничего, по гордыне своей. И особенно, когда в монастырь приезжает, в миру и постимся, молимся, там по тысяче пухломов, сюда приходишь, куда делались эти подвиги? Нету ничего. Почему? Потому что часто по гордости совершают какие-то свои подвиги, якобы благочестия. А когда по послушанию нужно что-то сделать, вот это очень тяжело. Очень тяжело. Так что нужно действительно иметь послушание. Послушание нас всех спасет. Послушание церкви, послушание Богу, послушание своему духовнику. Если будет это, и будет тогда спасение для нашей души и в нашей жизни. Так что дай Господи всем поститься по мере сил, без фанатизма, без всякого. Я часто говорю, в нашем времени Господь не дает больших подвигов. Хотя бы придерживаясь для того, что Господь дает. Испост, постимся в миру, возможности. Помните, Кабачка, если мы тут уже говорили, когда вы голодные, особенно бабы, злые такие, как ведьмы, как собаки, так идти друг на друга. Лучше пойди покушай, улыбайся и доброй побернкой быть. Помните эти слова? Особенно, когда черные плотники, кто подевает. Вы как ведьмы самые настоящие. Лучше что-то покушайте, накушайтесь, улыбнитесь и доброе слово кому-то скажите. А то мы часто знаем, что у нас в лоб превращается в какую-то злость, в агрессию, недовольство такое. Все должны поститься. Если мы в семье постимся, все должны поститься. Не дай Бог, кто-нибудь не будет поститься. Сожрем заживо всех. Вот такие мы все христиане. Я про себя рассказываю, не знаю, как вы. Я такой самый настоящий пост. Так что из-за этого пост, который Господь нам даровал, благодарим мы Господу. Знаю, в этом посту многие болели. Инфекция какая-то там проникла в монастырь и в миру. Поболеть тоже нужно во славу Божию, очиститься от своих грехов и дальше продолжать свое жизненное крестоношение во славу Божию. И сегодня мы все-таки достигли великого праздника успения. Господь нас собрал в эти сложные времена. Смотрим, многие даже с Донецка приехали. Вот, с той территории очень сложно. И финансово, и все прочее. Люди все равно преодолели все препятствия. Матерь Божия, словно вас, святых апостолов на облаках, перенесла в нашу бедность святую. И мы все собрались, и мы сегодня чувствуем действительно такое, знаете, братское и сестринское единение в окрусте. Все это чувствуют или нет? Праздник все сегодня чувствуют. Помните, Батюшка Исус Иисусима говорил, для меня Пасха, для меня успение в праздник, это вторая Пасха. И действительно сегодня какое-то, знаете, пасхальное, торжественное, незабываемое настроение. Вот дай Господи, братья и сестры, эту радость во Христе сохранить, пронести в своей жизни до конца своих дней. Что бы ни было, какие бы препятствия жизни у нас не встретили, у христиан всегда должно светиться лице радостью во Христе. Вспомните, Батюшка Исусима, какие были страшные болезни. Почки отказывали, ноги уже не ходили, на коляски. Коллега его подвозили по монастырю. По нему всегда ликнул, светлый, радостный. А сколько мы ему горе все приносили. Каждый, мало кто по радости к нему приходил. Горе все несли, скобь свою несли. Все жаловались на свою жизнь, ни к чему. Нужно бы это было не просто выслушать, как мы, просто как часто священники. И в одно ухо вошло, в другое вышло, выслушиваем. Через сердце старец все пропускал свое. И все равно лице его светилось радостью небесной. Да и Господи нам всем, братья и сестры, не потерять в своей жизни, самое главное, радость во Христе. Вот это самое главное. Чтобы ничего нас не помрачило. И в сегодняшний день действительно мы встречаем словно Пасху Божьей Матери. Называется это еще праздник Богородичная Пасха. И перед нами прекрасная плащаница. Сестры вышивали своими руками. Посмотрите, словно живая лежит на одре Успенском Божьей Матери. Как мы называем Пресвятую Богородицу? Сколько за эти уже века христиане придумали ей наименование. И причистная, пренепорочная Матерь Бога Наша, Честнейшая Херувим, Славнейшая без сравнения Серафим, Несуса Брачная, Всемилостивая Госпоже, Радость Миру Всему. Сколько названий, Всескорбящих Радости, Утешения Мира Всего Христианства. Сколько действительно радости дает нам Матерь Божья. Сколько наименований получила Пресвятая Владычица Богородица за свое заступничество над всем христианским родом. И вы знаете, братья и сестры, вот наш праздник Успения очень сильно отличается от праздника Западной Церкви. Их там не называется даже праздник Успения. Западная Церковь католическое протестантное учение прочитает. А у католиков называется этот праздник взятие на небо. И в чем наше самое главное отличие? Иконы тоже отличаются в корне. На католических изображениях изображается Божия Матерь, возносящаяся на небеса в сопровождении ангелов и Аркадов. У нас, посмотрите, Матерь Божия находится на смертном отре. И наш праздник называется не взятие на небеса, а успение Божией Матери. Почему? Потому что она по всему человеческому закону приняла на себя смерть, умерла, душа отлучилась от тела, а только лишь потом Господь ее воскресил и с причистым телом после третьего дня вознес на небеса. Матерь Божия действительно уснула. Почему этот праздник называется Успение? Словно сном она уснула. И после этого воскрес ее Господь не во славе возьмется уже на небеса. И как мы знаем, после своего успения Божия Матерь явилась святым апостолам, которые взглянули на нее, и она обещала им свое заступничество до конца, пока будет существовать этот мир. И они восклицали. Пресвятая Богородица, помогай нам! И мы сегодня пели чудный акад из Божией Матери успения. Радуйся, обрадованный, по успении Твоем нас не оставляющая. Вот это действительно, братья и сестры, наша надежда христианская на Пресвятую Богородицу, что Матерь Божия никогда в этой жизни и в будущей не оставит нашего упования. И мы это все чувствуем в связи с Богородицей. Мы молимся очень часто, совершаем частное молебное пение, освящаем воду в честь Ильхону Божией Матери. Священники постоянно говорят о пусты, поминая плечистую Богородицу. Каноны мы читаем в Храме Божьем, постоянно именуем имя Матери Божьей. И Господь ей дал особый дар терзновенной молитвы. Мы молимся ей, не как всем святым. Пресвятая Богородица, моли Бога о нас. Но как мы говорим, что Святая Богородица, спаси нас. Хотя и Западная Церковь тоже ее считает соискупительницей. Это не так. Умоляется подвиг самого Спасителя, искупительной жертвы. А просто мы верим в то, что за ее непорочную жизнь, за то, что она явилась Матерью Богослова, Господь ей дал тесновенный дар молитвы. Она может своими молитвами нас действительно вымолить и спасти нас. Вот такая действительно у нас есть надежда, на Пресвятую Богородицу, Владычицу Марию. И есть еще такое христианское тоже предание, упование, что на страшном суде, братья и сестры, когда мы все пристанем на страшный суд, когда множество грехов мы увидим перед своими очами, которых мы сейчас даже часто не замечаем и не обращаем на них внимания. А там как стена перед нами вырастет эти все грехи. И не будет действительно надежды на спасение. И единственная наша тогда, когда, дай цепомощница, явится в эти дни страшные, и святая наша Владычица, Богородица Мария. Вот дай Господи, братья и сестры, чтобы Матерь Божия не позвамила нашего христианского обувания. И сегодняшний день что еще хочется сказать? Она как человек жила тоже на земле, хотя она является и непорочной, и она была не погрешала ни в чем перед Богом. Даже, как святые отцы говорят, мыслью не грешила перед Богом. Вот представьте, насколько был чистый сосуд в местилище будущей Божьей благодати. Она как человек все равно оскорбела. Как мы видим, она часто переживала за спасителя. Когда помните, спасителя хотели сколько раз убить скинуть с горы, а в конце его жизни, когда она пристала перед крестом Спасителя, видела его страшные страдания, видела оплеванного сына своего беззаконного, беззаконными иудеями, увидела это страшное распятие, насколько, представьте, скорбело сердце при святой Богородице. Тем более она знала о непорочном зачатии, понимала, что это не простой человек, а это сам Сын Божий, Сын Благословенного Отца Небесного. Как ее сжимало сердце материнское? Что мне об этом говорить? Вы все матери здесь стоите, у многих у вас есть дети. Как вы переживаете за своих детей? А представьте, твое дитё висит на кресте, распятые, оплеванные, и насмешки еще различные идут в адрес спасителя. Действительно, исполнилось пророчество праведного Симеона Богоприимца. Он говорит, словно оружие пройдет твою душу. Вот это оружие скорбей пронеслось в душе Матери Божьей. Вот она все перетерпела, все перескорбела. И она еще не знала, какой будет исход. Сердце просто исполнилось великой печалью, когда она потеряла спасителя, когда ложила своими руками во гроб возлюбленного своего сына. И вот пришел момент радостной вести. Господь по преданию, об этом не говорит в Священном Писании, первый явился, знаете кому? Из Святой Богородицы Матери Своей Превчисленной. А потом уже являлся апостолом и женой Вероносец. И представьте, с каким радостным депетом она услышала о воскресении своего Сына Божественного. Когда Господь вознес на небеса, было схождение Духа Святаго. И после этого момента Матерь Божия, как и Святые Апостолы, стала тоже проповедовать Слово Божие, благовествовать Евангелие другим народам языческим. И вот она каждый Божий день уединялась в уединенное место и молилась Богу, Своему Сыну Водубину, чтобы Господь ее быстрее забрал из этого уже мира. Ей уже было здесь все скучно, все уже неинтересно. Она уже хотела воссоединиться со Своим Сыном Божественным. Она уже восхотела действительно жить этой жизнью на небесах, а не здесь, на земле. Вот вы знаете, вспоминая опять же Батюшка Засима в конце его жизни, он часто сидел очень болезненный и нам всем говорил. Братья и сестры, я молю каждый день Матери Божию, чтобы она меня уже забрала уже, мне уже очень тяжело здесь находиться. Вот представьте, человек уже настолько наскорбился, настолько нажился уже на этой земле, я уже хочу туда. Представляете, какая вера, какое упование, здесь уже ничего неинтересно, хочется уже туда. А так и Матерь Божия молилась каждый день, чтобы Господь не забрал из этого мира, который возле лежит. И пришел благодатный момент, когда Матерь Божия собрала по повелению Господню всех святых апостолов, которые дивным образом, это сейчас у нас машины, самолеты, врачи не боятся, на благах Господь их принес, к одру успения Божией Матери. Все с благоговеренным трепетом прощались, со своей царицей небесной, уже знали, какое терзновение будет иметь Матерь Божия, кто перед ними находится. И после этого Божия Матерь уже закрыла свои глаза и уснула снов дима. И опять же, по Божьему промыслу не было только апостола Фомы. Когда пришел уже Фома, Матерью Божию погребли, когда пришли на место погребения, он хотел с ней попрощаться, ее уже не оказалось во гробе, а Господь уже воскресил и забрал ее с собой на небеса. Тогда явилась Божья Матерь всем и обещала свое заступничество и ходатайство во всех. Дай Господи, братья и сестры, и нам иметь такую целую веру, великое заступление и Святой Богородице Младычестве. И дай Господи, чтобы сегодняшний день все почувствовали присутствие Матери Божьей. Сегодняшний день будет многие из вас причастникам Святых Крестовых Таин. И дай Господи, чтобы вам это причастие было в оставлении грехов ваших, в жизнь вечную, и чтобы каждый сегодняшний день почувствовал радость общения с Богом и с друг другом, братья и сестры. Вот еще что важно. Потому что мы все во Христе, это все люди. И вот представьте, сегодня был бы праздник, мы часто друг друга не терпим и не любим друг друга. Стараемся убежать друг от друга. У нас часто бывает ненависть и все прочее. Вот представьте, сегодня был бы праздник, если бы в храме никого не было, стоял бы там один человек, второй, третий, где-то в углу и больше никого. Почувствовали бы праздник или нет? Никто бы не почувствовал. Когда чувствуем мы праздник, когда мы все вместе собираемся, единым сердцем, едиными устами хвалим нашего Господа. Вот во Христе мы очень сильные все, когда мы все в храме предстоим, когда у нас есть соборность, вот в этом есть сила Божия, почему Господь и говорит, «Где двое и трое соберутся во имя Мое, там и Я буду посреди них, а не там, где один мой человек». Когда у нас много, двое и трое – это слово такое символическое, то есть много людей когда собирается. И вот дай, Господи, чтобы мы не забывали, что когда мы собираемся в церкви, мы действительно единая, дружная, большая семья. Христос между нас, мы вместе можем горы тогда свернуть. Наша молитва много тогда может, когда много людей молится, Господь и слышит нас ради множества нашего. Так что дай, Господи, чтобы в наше время очень сложное время, скорбное время, мы никогда не забывали молитву Бога, не забывали бы о предстательстве Матери Божьей. И все-все-все вместе, единой семьей, славили бы Господа и Царицу нашу Небесную. И за нашу молитву Думу и Соборную Господь и Матерь Божья нас простят, помилуют и ведут нас в Небесный чертог славы Небесной. Аминь. С праздником, братья и сестры, с сегодняшнего праздничного дня успения Пресвятой Владычице Нашей Благородице.